Всем привет! Сегодня проверим давление воздуха в расширительном баке и при необходимости будем думать, что делать с ним дальше. Котел Beretta 24. Откручиваем колпачок. Проверяем, есть ли воздух. Воздуха нет, здесь просто вода. Раз в баке вода, то значит расширительный бак вышел из строя. Он не ремонтоспособный, его придется заменять. Я попробую это устранить установкой нового расширительного бака внешнего, так как родной найти не получилось и по предварительным подсчетам он стоит в 3-4 раза дороже, чем внешний. Место для внешнего есть, сейчас посмотрим, что у нас получится. Чтобы поменять расширительный бак, ну или заменить на внешний, необходимо убрать давление воды. Для этого перекрываем входной и выходной вентиль на котел, а также сливаем воду до отметки нуля. То есть будем крутить вот этот красный против часовой стрелки, подцепляем шланг и через кран потихонечку сливаем воду. Вот давление на нуле, затем будем откручивать шланг и монтировать этот шланг на новый расширительный бак. Чтобы полностью слить расширительный бак перед заменой, необходимо выкрутить ниппель и открыть вот этот вот клапан, чтобы слить оставшуюся воду, чтобы у вас вода сразу не хлынула вниз. Слилось порядка четырех с половиной литров воды. Сейчас будем отсоединять шланг. Возможно, там небольшое количество какое-то чуть-чуть останется. Бак я приобрел на шесть литров, джилекс. Вот. Ну, восемь здесь просто у меня не уместится. А шести встанет прям как раз. Сейчас все соединим и попробуем запустить котел. После того, как ослабили гайку, но не откручиваем до конца, еще сливается вода оставшаяся. Ну вот, бак установлен. Получилось примерно вот так. То есть, там соединились шланги у нас. Сейчас заполним систему и посмотрим, что получится. Так, ну вот, котел набирает температуру. Все получилось. Набрал, отключился. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго.